Давненько на моем канале не было видео о ретро-дропах, но сейчас я это исправлю. Новый ретро-дроп, который советую обязательно вам проделать, поскольку здесь нету особо затрат. Называется он Tapio Finance. Большим преимуществом является то, что проект уже анонсировал награды, а значит мы получим за наши действия в будущем airdrop. Подтверждение этому вы можете найти в официальной статье проекта на Mirror, где пишут, что вам нужно выполнить контрольный список задач, после чего вы будете иметь право претендовать на получение airdrop токена Tapio. Tapio Finance это LP токен с утилитой в DeFi, который привязан к эфиру. В твиттере проекта у нас подписано более 48 тысяч и смотрят за Tapio Finance достаточно хорошие проекты. Помимо этого мы можем увидеть, что данный проект был спонсирован Polychain Capital и также Errington Capital. А это на минуточку два крутых венчурных фонда. Поэтому не скипаем, обязательно проделываем данную активность. Начало данного тестнета было 26 июня и закончится он 26 июля в 12.00 по UTC. Это значит, что у вас еще есть время для выполнения. За выполнение данного тестнета у нас будет несколько наград. OG Discord роль, airdrop токена Tapio и возможность участия в следующих программах. Вот такую NFT мы получим в конце выполнения всех заданий. Но к этому мы вернемся в конце видео. На CryptoRank уже есть страница данного проекта, где на Citi было собрано 4 миллиона долларов. Как я сказала ранее, от первых двух самых главных фондов это Polychain Capital и Errington Capital. Также здесь есть менее известные фонды, такие как KenBlock, Spartan Group и так далее. Ну что, если вы готовы, погнали к выполнению. Первым этапом, когда мы просмотрели Twitter, мы также сразу подпишемся на данный проект. Далее переходим в кран, который выдаст нам Goerly.eth. Здесь, как всегда, нам нужно сначала зарегистрироваться и потом в окошке указать адрес своего кошелька. Я думаю, если вы не раз проделывали со мной уже тестнеты, то знаете, как использовать данный фаусет. Но если вы не хотите мучиться, то, конечно же, есть еще один путь. Это тестнет-бридж, где вы можете за реальные эфиры на Citi, к примеру, Arbitrum, получить тестовые Goerly. То есть купить просто их. Давайте я сейчас куплю себе на кошелек некоторое количество тестовых эфиров. К примеру, за 0.011 эфира я получу 103 тестовых эфирки. Подтверждаю транзакцию в Метамаске и через несколько минут они появляются у меня на кошельке. Далее переходим на сайт TestTapio Finance и кликаем на вкладочку Swap. Все ссылки ты найдешь внизу под видео. Коннектим свой кошелек в Метамаска. Далее переключаем сеть в Метамаске на необходимую нам. Goerly Test Network. Сверху указываем количество тестовых эфиров, за которые мы хотим приобрести СТ-ЕТХ. И обмениваем тестовые эфиры на СТ-ЕТХ. Далее по такой же системе обмениваем на R-ЕТХ. Вводим количество эфиров, я введу, к примеру, 0.11 тестовых эфиров и обменяю их на 0.10. Кликаем на Swap, подтверждаем транзакцию в Метамаске. Несколько секунд и транзакция готова. Далее сверху кликаем на вкладочку Mint. После чего в первых двух строках указываем тестовый эфир и СТ-ЕТХ. Либо же мы можем указать СТ-ЕТХ и Р-ЕТХ. И минтим токены, которые нам необходимы. Tab-ЕТХ. Сначала делаем апрув в кошельке, далее минт. Все это подтверждаем в кошелечке. После чего на экране вы увидите, что вы успешно заминтили Tab-ЕТХ. И давайте еще раз проделаем это с тестовым эфиром и Р-ЕТХ. Также апрув и конфирм в кошельке. Все, получили дополнительно еще Tab-ЕТХ. У нас внизу есть два пула, ЕТХ-СТ-ЕТХ, ЕТХ-Р-ЕТХ. И нам необходимо их пополнить с помощью Tab-ЕТХ, который мы только что заминтили. Указываю количество, к примеру, в первую пулу я положу 0.01. Tab-ЕТХ. Делаю апрув и дальше нажимаю кнопочку Redeem. Подтверждаю метамаски. Жду несколько секунд и проделаю то же самое со вторым пулом. Сюда я введу другое количество, к примеру, 0.02. Подтверждаем это все в кошельке и вуаля, готово. Мы положили на штаб ЕТХ в два пула. Переходим на официальную статью МИРР и мы также можем ее заминтить. Это необязательная активность. И чаще всего заминт статей в МИРР никогда не раздавали ничего. Но, тем не менее, если у вас есть лишних пару долларов, то можете спустить на минт этой статьи. Написано Mint for free, но, тем не менее, вы заплатите комиссию. Это мы можем увидеть, когда уже провели транзакцию. Что с меня сняло? За саму транзакцию 7 центов, но стоимость статьи отобразилась как 1.29$. Следующим завершающим шагом нам необходимо перейти на The Lie и выполнить здесь все задания. Для того, чтобы забрать NFT. NFT называется Tapio Ogier NFT, которая, как заявляет проект, обеспечит преимущества и выгоды в будущем. Здесь мы по очереди клеймаем наши награды за то, что мы уже проделали за своп, за минт и так далее. Подписываемся на соцсети, вступаем обязательно в дискорд. Когда мы проделали все эти действия, мы можем презентовать на нашу NFT. Возвращаемся обратно и нажимаем Claim Reward. И так по очереди со всеми заданиями. После того, как ваши некоторые задания проверили, вы можете заклеймить данную NFT. Выглядит она вот именно так. Но не забывайте, что вам нужно еще воспользоваться кнопкой Send NFT на свой кошелек. То есть вы отправляете эту NFT на сеть Polygon в ваш Метамаск. На момент съемки видео сменчено всего 5639 NFT. Общее количество будет составлять 100 тысяч NFT. Здесь в окошке у нас отображается адрес кошелька, на который будет отправлена NFT. Кликаем Send NFT и можем просмотреть нашу транзакцию на Polygon Scanning. Поскольку эта NFT была создана на Polygon. Переходим на OpenSea и можем посмотреть, что самый маленький прайс, который выставлен за NFT, это 5 матиков. То есть в принципе вы можете выставить ее еще и на OpenSea. Не ленитесь проделать данную активность и в будущем претендовать на награды. До скорой встречи в новых роликах.